всем здравствуйте вот все таки пришло время поговорить о первых финских марках я думаю что это дело будет не скоро но тем не менее такой час пришел и давайте посмотрим первую страницу моего альбома где у меня появились эти марки и так прежде чем начать разговор хотел бы обратить внимание вот на эти две вырезки это вырезки из конвертов предтечи так скажем первых марок что штемпеля на конвертах так называемые штемпельные куверты которые повторяют кстати рисунок в этих самых первых марок художник по крайней мере один и тот же но мы видим только единственная разница что рожки повернуты по-другому и другие надписи финский герб точно такой же эти конверты были первые в российской империи они были введены в 1745 году штемпеля вот эти они ставились на самых разных частях конверта ну и были различного цвета который соответствовал определенному номиналу три цвета и три разных номинала собственно они очень ускорили обращение почтовой корреспонденции очень помогли и в дальнейшем были заменены только вот этими нашими самыми первыми марками вот на таких вот квадратных кусочках бумаги прежде чем ответить на вопросы которые 100 можно поставить перед любыми марками давайте внимательно посмотрим на них поднесу поближе вот на чтобы хотел внимание обратить но хорошая четкая печать это кажется дело такое на вот эти три жемчужины ведь вот эти жемчужины в раструбах рожков мало кто наверно знает но это известная жемчужина есть еще даже мчужина вот здесь между короной вот тут вот такой кругляшочек маленький здесь тоже он есть они присутствуют почти на всех марках кроме известных вариантов которые вообще без жемчужин это просто такой вот как бы казус третья жемчужинка под короны и щитом но сохранность сами видите довольно таки поддержанные так скажем вещи штемпеля 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 круга один как говорится стандартно круглый один точечный штемпель которые имели хождение российской империи том числе и северных ее областях точечные штемпеля но сейчас коротенько вот эти стандартные вопросы которые касаются не только этих но и любых марок первое тип марки стандартный тип то есть эти марки носили никакой там не коммеморативный характер они служили чисто для почтовых целей то есть служили франкировкой почтовых отправлений второе страна страна выпуска великое княжество финляндская третье место выпуска гильсингфорс это старое название хельсинки столицы финляндии четвертое издатель такая фирма сетель пойма я может быть неправильно произношу но звучит это сетель пайну да вот так вот звучит типичное такое финское название пятое гравер художник это милгрем это по-моему швед который шведское происхождение этот человек имеет но жила начать на финляндии и он создал эскиз этих марок не только марок но и в последующих не только первых но и последующих сериях способ печати типографская печать 7 дата выпуска 3 марта 1856 год то есть это первая марки вообще в российской империи потому что наша первая марка русская вышла в 1857 году дата выпуска я сказал 3 марта 56 год номинал 5 и 10 копеек 5 копеек синего цвета и 10 копеек такой красно-коричневый цвет варианты конечно цветовые конечно есть также как по бумаге 9 зубцовка без зубцовый вариант и десятый пункт это особенность выпуска но я так скажу что это первый официальный выпуск финляндии хотел бы добавить еще вот что эти марки печатались на полосе бумаги по 10 штук в один ряд как говорится одно движение рычагом руки и марка 1 нотиск марки потом лист переворачивался и они печатался второй ряд но уже в перевернутом изображении полу поэтому пара могла образовать тэд беш потом этот лист на нас на лист на обратную сторону носился клей и они разрезались вот так изготавливались эти самые первые марки никакой зубцовки тогда еще речи не было вот хотя и зубцовка я должен сказать что вот финские марки вот если мы посмотрим на вот последующий второй и последующий выпуск то они тоже носили своеобразный характер так называемый серпантин который тоже различается каким-то типом тираж тираж этих марок 5 копеек это двести тридцать пять тысяч десять копеек 602 тысячи разница конечно гигантская что и в общем то и сказывается и по встречаемости этих марок и по цене на этой марке исходя из этого оценка но и оценку буду приводить ну как условное конечно по скоту по американцам значит гашенные экземпляры от 45 долларов и до тысяч там не считанных и не не гашенные тысячи и тысячи там например от тысячи до пяти шести семи и так далее кстати могу сказать что вот такая вот негашенная сцепка из марок неразрезанных да продавалась по моему 2007 году была продана за 60 тысяч долларов в той же америке поэтому если кому-то попадется тут может можно сказать будет обладателем небольшого состояния как к таким маркам относиться в смысле учитывая их редкость и стоимость на эти вещи конечно подделываются в идеале конечно такие марки должны быть быть сертификатом который выдается не не знаю может быть и аукционами какими-то домами но в частности и финским обществом филателистов но это уже решать каждому человеку который хочет приобрести такие марки в свободной продаже они наибе я вот полгода занимаюсь марками самого первого дня я мониторил все редкости финских марок которые проходили до встречаются эти марочки в продаже начиная бывает там от самых маленьких цен ну и кончая конечно там дороже 300 500 долларов я не видел но тем не менее они тоже встречаются чтобы там писались что при к ним прилагаются какие-то сертификаты я тоже этого не встречал поэтому покупка таких марок которые на страх и риск собственно продавца что еще можно такое сказать про эти марки часто очень не встречаются обрезанными по крайней мере вот я видел там продавцы из польши еще из германии они часто не часто но предлагает обрезанные марки очевидно все таки раньше как-то считалось эти поля ни к чему хотя это истинная форма марок и поэтому и предпочитали по контуру обрезать такое тоже встречается цена конечно тоже от этого падает но тут еще раз повторюсь что покупка таких марок это риск собственно будущих владельцев вот пока коротенько и все о первых марках финского финляндского великого княжества вот продолжу потом очевидно вот показан вот этих вот в то второго и третьего выпуска которые тоже собрал в том числе и включают самый дорогой редкий экземпляр который не очень хорошего качества но тем не менее серая серия полная и наверное я сделаю отдельный ролик потому что я собираю не только эти но и различные варианты по цвету и зубцовка как более менее немножко у меня прибавить этого материала я постараюсь об этом и показать и рассказать на этом все берегите себя всем здорово и удачи